Так, друзья мои, мы с вами Винникло. Вы знаете, что я вам хотела показать сначала? Вот эти вот сумки у них, они стали очень-очень известны. Они довольно большие, стоят они 29 долларов. Можно их носить вот так. Говорят, что в нее можно положить слона, то есть всю вашу жизнь, всю вашу жизнь вы можете уместить в них. Вот такие вот стёганные большие сумки. Говорят, что они очень удобные, я серьёзно думаю про них. А вот это вот что-то другое, немножко другой фасон. Тоже такого же типа, немножко другого варианта. Вот это мужская, видите, вот так она носится. Или вот эти, вот эти стоят 19, но они поменьше. Те прям большие-пребольшие, а эти небольшие. Мне кажется, это очень удобная, полезная вещь. Вот куда-то поездку, куда нужно что-то небольшое, чтобы руки были свободны. И рюкзак, не сумка, а вот такая вот короткая сумочка. Мне вот этот цвет нравится. Есть ещё чёрный, есть вот такие зелёные. Тоже красивый цвет. Мне кажется, это очень удобно. Тем более, она там в воде не тонет, под дождём не мокнет. Так, шапки, шапки, шарфы меховые. Как-то совсем пропали коллаборации. Шарфики, шарфики, шарфики за 40 долларов. И в них 36 процентов шерсти, всё остальное синтетико. Толстые такие, знаете, ну не знаю. Вот красивый цвет, кстати. Вот так, видите, они наматывают сильно их на шее. Варежки, потом вот такие вот шарфы за 30 долларов. Видите, они сделаны с обратной стороны такой мягкий, как будто бы арфат, а здесь волония. Шарфы в клетку за 30 долларов. Какой состав они? Сейчас, сколько шерсти? 35 процентов шерсти, всё остальное акрил. Ну, хотел куртки посмотреть, пуховики куртки. Может быть, мы с вами померим. Вот эти вот юбки на распродаже вельветовые, юбка-шорты. Юбки вот эти за 60, ещё по-прежнему они в вельевом стиле, они по-прежнему ещё не на распродаже. Пойду посмотрю, может какие-то платья новые. Вот такую панамку я прям очень хотела летом. 35 долларов. Она стоит джинсы, вы знаете, она у нас от солнца внутри. Не знаю, может померю сейчас. Вот эта юбка какая-то интересная здесь висит. Мне кажется, это из каких-то... Вот, кстати, красивого цвета вот эти юбки белевые. Какая-то юбка, которая была, видимо, в онлайне. Её сдали, потому что я вижу, что она здесь одна. По-моему, это какая-то коллаборация. Так, Uniqlo. Uniqlo U. Чуть не знаю, ни цены, ни размера. Непонятно, какая-то юбка. Какая-то одна здесь висит. Что? Я куда-то ломанулась зачем-то сюда. Не помню, зачем. А, хотела примерить шляпку. Смешно, правда. Идеально, как будто я какой-то гномик. Может, и ничего, вы знаете? А я, по-моему, ей плохо наделась. Здесь шов спереди. Надо как-то по-другому ещё. Подождите. Вот, вот так она должна быть. Ну что? Что вы скажете? Неплохо, кстати. Не так уж и страшно. Вот на лето, знаете, от солнца. Они ещё есть такие же чёрные. Может, чёрную померить? Они все одного размера, интересно. Или они разных размеров? Не, это какая-то другая и большая. Это, знаете, только зимняя от дождя. А джинсовая, мне кажется, больше лейка. Что вы скажете? Идёт мне такая шляпа. А вот эта прям фетровая, тёплая зимняя. Раз уж пошла такая пьянка, давайте примерять шляпу. Она очень большая. Может, она такая должна быть, но она прям сидит на мне. Как будто у меня голова маленькая для неё. По-моему, нужно поменьше размер. Интересно, они идут в размер или они... Или они... А что? Можете купить такую шляпу сегодня? Возили. Вот эти юбки мы с вами, по-моему, не мерили. Вот эти вот, да? Что-то я не помню. Они по 50 долларов. Были дороже. Плессированные. Я давно здесь не была. Здесь уже пока что распродажа. Вот такие вот просто плессированные юбки разных цветов. Серые. Вон они по 50 долларов. 49,90. Есть вот такие тёмно-серые. Чуть зеленоватый серый. Серый вот такой. И это самое. Есть вот такие разноцветные. Клеточку. Стоили они... А, это не плоси. А стоили они 60, да? Так, это юни-клоси. И они стоили 60. А сейчас стоят 50. Вот они есть вот такой. Вот расцветки в клетку. Есть вот такая вот серая. Вы знаете, она такая зимняя, неброская. Такая мрачноватая. Но мне кажется, для зимы неплохо вполне. Я чуть не помню их. Первый раз вижу. Вот, кстати, джинсы. Может быть, мне стоит померить. Потому что я... Вот все в поисках джинсов хороших. А в юни-клоси джинсы неплохие, мне кажется. Так, куртки стёганные. Но они тоненькие совсем. Они с капюшоном. Совсем тонкие такие. Не зимние. Ещё вот есть серые. Тёмно-серые. Вот такая вот сиреневая на манекене висит. Так, вот сейчас 130 долларов стоят эти пальто все. А сколько они стоили? 180. Это тоже юни-клоси. И плащи вот эти юни-клоси. Вот на них на всех сегодня. Ну, сейчас, во всяком случае, скидка. 130 вместо 180. Какой у них состав интересный. Так, у них 33% шерсти. В этом пальто. Они все немножко разные. Тоже 33% шерсти. Они, наверное, все одинаковые. Ещё вот этот вот серый. Симпатичный цвет. Есть такие светло-бежевые. Но мне не нужно пальто. Может, я тебе примерю. Посмотрим. Видите, вот так оно выглядит. Сейчас 130 долларов. Так, ну и пуховики, конечно. О, кстати, тоже на распродаже. Вот, написано, что они были 199, потом 129. А здесь написано, что они 99. То есть, видите, я не знаю, все ли это. Некоторые пуховики уже у них вышли на распродажу. Вот этот 229. Я не думаю, что эти на селе. Вот у них много всяких пальто-пуховиков. Вот это мне нравится. Смотрите, какое. Я что-то их не вижу. Я вот вижу одно здесь. И оно тоже на распродаже за 99. Стоило 130. Я не думаю, что это какой-то пух. Это тоже Uniqlo C. Видите, вот такое вот стёганное. На кнопках. Лёгкое, тонкое, очень удобное. Мне оно нравится. С карманами, с такими. Вот, в общем, здесь много пуховиков. Все, девочки, то же самое, что шарфы. Вот, то же самое, что было каждый год. 250 долларов. Это, видимо, с наполнителем. Да, с пух-перо. Видите, даун и федер. 90 даун, 100 пэдер. Это 90 пух и 10% пёрышки. Ну, вот такие. 250 долларов. Они, кстати, не подорожали с прошлого года. Они так и стоили. Вон они разных цветов. В общем, очень много пуховиков. Очень много курток. Я, наверное, сейчас что-то возьму попримерять. И там уже покажу вам. Потому что вот есть вот такие вот длинные. Тоже 250. Вот на ней надето. Есть короткие куртки. Вот такие. Красивый цвет. Вот этот прям красивый цвет. Причём он стоит. 180. И у них тоже пух-перо. Но она короткая. Видите, вот такая куртка. Вот он. 180 долларов. Красивый цвет вот этот. Есть вот такие бордовые. В общем, они все немножко разные. Но все примерно похожие. То есть длиннее, короче. Капюшон такой, замок сякой. Вот это мы с вами, по-моему, примеряли. Вот такой без воротника. Вот такой зелёный. Мы с вами примеряли. Она, кстати, сейчас на сейле. Она стоила, по-моему, 199. Сейчас, видите, написано, что она 79,90. Просто, ну, это limited offer. Это значит, какой-то короткий период времени. Не всё время. Они будут по этой цене. Вот эти вот их маленькие складные курточки, которые под можно, лёгенькие, тоненькие, её можно сложить. Видите, здесь вот такой вот мешочек прилагается к ней. И её можно носить под пальто. Она совсем тонюсенькая, лёгкая, лёгкая, тонюсенькая. Вот такая вот курточка. Вот этих известных, без воротника. То есть они как нижняя такая одежда. Так, вот эти куртки-жилеты. Куртки потоньше. Вот жилеты. Эти такие вот тоже тонкие, не очень, не очень тёплые. Это не пух-пирог. Кстати, пальто что-то я не вижу таких в основном. Куртки короткие. Пальто были там, но... А, вот они, вот эти вот пальто. Они очень лёгкие, тонкие. По 150-150. Тоже, значит, пух-перо. Вот такие вот обычные, типичные. Вот они, вот такое вот пальто, стёганое. Чёрные, серые и вот такие бежевые. Всё, пойду и скажу, что примерюсь. Так, девочки, всем привет из примерщины из Юникло. Сегодня у нас куртки-пальто. Я хотела померить джинсы, но подумала, что в следующий раз. Сейчас не буду. Из новостей они больше убрали все вот табуретки из примерочных. Почему-то я не знаю, что они им мешают. Поэтому вот я все свои шпонки здесь вешаю на крючок. Это делает картинку некрасивой, но как есть. Простите, пожалуйста. Значит, на мне, вот я нашла всё-таки у себя скинни джинсы дома. Из старых запасов. Уже, ну так, естественно, здесь мои вещи, здесь эти. В общем, короче, скинни, совершенно скинни джинсы. Из очень старых моих запасов. Вот. И я как бы вот их влезла и ношу. Они, правда, чёрные. Я хочу синие. Вот я же всё ещё джинсы озабочила в поисках. Но эти как бы чёрные, и поэтому их не совсем то. Я хотела, я хотела синие джинсы. Ну и вот такой свитер обычный. Серёжки под жемчуг. Жемчужина вот такая весюлина. Всё. Обычные ботинки мои старые-престарые. Пальто в клетку. Короче, уже сняла. Не буду ничего снять. Всё. Давайте примерять. Какая в джинсах удобно и хорошо примерять всякие куртки. Только свитер у меня тонкий. Был бы свитер потолще, было бы лучше. Но как есть. Так. Я хочу сказать, что каждый год мы ходим в Юниклоп примерять пуховики. Я не могу сказать, что они сильно меняются. В принципе, каждый год у них одно и то же. С маленькими нюансами. Например, в этом году у них нет совершенно курток с мехом. Ну, с искусственным. Уже натурального и не было никогда. А в прошлый год у них были по куртке и пальто с искусственным мехом. Сейчас такого нету. Может быть, ещё подвезут. А может и нет. Вообще, выбор намного меньше, чем в прошлом году. Буквально два вида было длинных пальто. Вот одно я принесла. И второе. И ещё одно там висело такое некрасивое совсем. Я не стала его брать. Куртки в основном вот такие короткие. Я помню, что в прошлом году были ещё куртки такие, знаете, вот короткие. Которые это еле-еле пух прикрывает. А были вот такие вот где-то пуховики вот такой длины. То есть вот это пальто-пальто длинное. А были вот такой средней длины. Очень удобно. Я принесла вот такого типа. Вот это вот. Но она мне не очень нравится. Но вот такого фасона они сделали в этом году. Сейчас я вам её примерю. Начали мы с короткой. Совсем коротенькая курточка. Это пух-перо. Длина совсем такая, знаете... Ну, вы знаете, что для машины это удобно. Машины, лыжи, коньки кататься. Я не знаю. На лыжах в такой куртке жарко. Я знаю почему. Потому что у меня мальчики мои катаются на лыжах. И на коньках муж катается. И один из детей. Сноуборд. В общем, короче, всё он делает. Вот такие куртки никто для спорта не надевает. Потому что это как бы она тёплая, толстая, большая куртка. Это неудобно для всяких спортивных мероприятий. Есть специальные куртки. Вот он сноубордист. У него прям куртка специальная. Там у них целая своя там... Своя история, значит. И они все очень тоненькие. Потому что если ты занимаешься спортом, даже когда холодно, то в такой куртке жарко. Поэтому эта куртка не для спорта. Эта куртка, чтобы в ней ходить и ездить в машине. Ходить в ней холодно зимой. А вот в машине, ну, сиденье подогревается в машине. Поэтому ничего. Так-то в принципе жука, извините за мюн. Ну, вот такая вот. Мне понравился её цвет. Такой серо-голубой. Мне не нравится, что у неё здесь вот замок без запаха. Вот пальто я вам потом покажу. Видите, здесь на замке вот эта вот штука. Она от ветра защищается. Потому что типа вот замок, типа продувается. Может быть, здесь замок не продувается. Я сейчас сниму, рассмотрю, покажу вам, сколько стоит. Что, чего. У неё есть карманы. Кстати, в прошлом году тоже было... Нет, похоже. В общем, короче, очень похоже на прошлый год. Но если вам не хочется искать то, что мы примеряли в прошлом году, и новым подписчикам я вот показываю снова куртки пуховики зимы. Так, она стоит 180 долларов. У меня был размер медиум. В принципе, мне нормально. Так, смотрим. Наполнитель у неё. Написано, что 90% пух, 10% перо. Но они все такие. Сама ткань, конечно, полиэстер. Ну, как бы, другого. А что ещё может быть? Вот эта женская куртка. Глубого цвета. Значит, какие здесь обозначения? Написано, что она не пропускает ветер. И что у неё очень удобная ткань, которая, видите, вот скатывается вода. То есть она не промокает, и вода скатывается. Карманы вот такие вот с приятным, очень удобным, очень удобным флизом. Руки так приятно, пола засунул. Ручкам тепло и удобно. Замок на кармане. Потом вот здесь вот манжет. Вот так вот сделан, вот такой вот сборкой. В прошлом году было то же самое. То есть у них нету вот такого, знаете, бывает иногда такой трикотажный вязанный манжет, который пришит к этой ткани. А здесь вот нет. Здесь вот такие вот сборка такая на манжете. Она не простёгана. Я, кстати, в прошлом году уже обратила внимание, что то, что мы называем стёганые пальто и куртки, они больше не стёганы. Никто больше их никак не стегает. Они вот такие вот, видите, отжатые. Я не знаю, как это назвать. Ну вот это стёганые. Это вообще у меня не стёганые. Но вот это вот пальто, это их вот Минекловский фасон, они больше не нету стёжки. Стёжка есть на тонких у них пальто. А вот эти вот толстые пуховые, у них вот такими вот они отсеками, как будто бы вот прожатые, понимаете? У них нет такой типичной, вот как мы привыкли, простёганной куртки. Да, у неё есть капюшон. Я забыла померить. Меня в пальто померю. Вот здесь вот такие вот штуки, которые капюшон могут затягивать и закреплять. Вот эту вот резинку здесь. Ну и всё, в общем, вот всё, что мы хотели показать про эту куртку. Так, вот такая куртка. В прошлом году не было таких фасонов. Я тяну голову, чтобы помадой не измазать вот этот вот воротень. Очень приятно будет. Я его даже сейчас, пожалуй, побольше расстегну, чтобы очень не люблю, когда я пачкать вещи, когда кто-то пачкает. Ну, в общем, вы понимаете, что его можно застегнуть вот так вот. То же самое вверху. Вот так вот. У вас будет полностью шея закрыта, подвородок даже закрыт. И даже кубы. И рот до носа можно лицо опустить туда вот в этот вот воротник. Значит, у него тоже есть, у неё у куртки есть капюшон. Так, этот не примерила, но вот этот примерила. Есть капюшон большой, широкий. И тоже здесь затягиваются шнурок. То есть его можно вот так вот затянуть, и он будет вот такой вот прямо вот так вот сильно облегать лицо. Очень боюсь размазать её. Она светлая. Значит, карманы вот такие вот. И здесь, она не стёбанная, здесь как будто бы рулечка. Внутри, наверное, есть. Мы потом посмотрим, когда повесим на вешалку. Что ещё интересного? На манжете вот такие вот плястики. Вот такая вот курточка. Они с чёрной. Вот есть светлый красивый цвет. Есть чёрная, совсем мрачная. А вот эта повеселее. Таких не было в прошлом году. Стоит она 180 долларов, куртка, потому что она тоже вверх полиэстер, а наполнитель тоже пухперо. Вот. Здесь есть, конечно, инструкция, как её стирать, хранить и так далее. В общем, всё можно прочитать. На двух языках, по-моему, по-английски и по-французски. Вот это по-французски. У нас всё в Канаде по-французски и по-английски. Всё на двух языках. Короче, здесь написано, что поскольку это натуральный материал, вот этот пух и перо, то, значит, они могут немножко, ну, стик-аут как бы вылезать через швы от того, что вы её носите, и от статического электричества. Значит, в этих случаях ни в коем случае нельзя тащить, вытаскивать этот пухперо и, значит, вытаскивать её из шва, а наоборот засуньте его внутрь, значит, и с обратной стороны, внутрь, короче. Как это сделать, я не представляю, если оно вылезет у вас, вот это вот пёрышко, вот здесь вот через шов, как его можно засунуть назад, но вот они говорят, надо сделать так. Значит, видите, здесь есть замок. Есть замок пластиковый. И есть кнопки, которые, видите, вот эта вот штуковина, которая закрывает замок. Возможно, что этот замок вот не так сильно продувается здесь, а в данном случае замок такой, видите, ну, как бы, ну, как это, зубчики редкие такие, поэтому вот такая вот штуковина есть, чтобы ветром не задувало, хотя я не уверена, может, это просто какой-то дизайн. Карманы на кнопках. Кстати, внутри карманов никаких нету, это плохо. Я посмотрю ещё в пальто, потому что раньше у них ещё внутри были карманы. Это размер видео, никаких здесь обозначений, там, что это ветро непроницаемое и водонепробиваемое нету. Вот здесь вот действительно кулиска, которую можно затянуть на талии. Вот здесь вот, видите, она проходит, и вот затягивается она вот тут, вот. Вот в этом месте с боку. Значит, капюшон тоже имеет вот такие вот завязки, которые закрепляются вот такой пластиковый штуковинный, который можно, капюшон можно очень сделать так, что он будет очень облегать вам лицо. Вот такие вот здесь плястики. Ну и всё. Вот такая вот курточка. Длинное пальто, размер медиум. Все эти куртки и пальто размер медиум, и мне они довольно свободны. На мне тонкий свитер, поэтому если будет что-то более тонкое надето, то, конечно, лучше что-то вот такое посвободнее. Всё-таки верхняя одежда, знаете, для свитеров, чтобы было место и так далее. Интересно, сделаны здесь карманы. Как будто, вы знаете, мы привыкли, что вот карман вот этот вот нахлёст, вот этот вот идёт с этой стороны, правда, а здесь вот как-то наоборот. Замка нету, есть кнопка. Внутри тоже такой флист приятный. Капюшон. Капюшон. Вот так, симпатичный. Тёпленький, приятный, не очень большой. Вот здесь капюшон великоват, какой-то очень глубокий, а здесь нормальный капюшон. В этой куртке я подозреваю такой же. Вообще, это пальто очень похоже вот на эту вот куртку, только длинное. Ну и немножко там с нюансами. Например, замок вот здесь, видите, замок. И есть не вот такая вот, не вот такая планка, а просто вот как будто бы сделано внахлёст. Такая от самого пальто. И здесь тоже есть кнопки пластиковые. Вот так они застёгиваются. То же самое вот здесь вот эти вот резинка, которую можно капюшон сделать прямо в облекон голове. Вот так вот закрывается полностью шея, подбородок и тоже с носом. Можно туда уйти, но я не буду, чтобы не испачкать. Длина вот такой длины. Длиннушки, на мой взгляд, она на мой вкус толстоватая. Я прям себя чувствую в нём как в одеяле. И мне ужасно жарко, девочки, представляете? Здесь ведь у нас сегодня тепло, на самом деле. Ну, относительно. Ночью было прямо, по-моему, 0 градусов. А днём сейчас 15, солнце. И мне на самом деле в помещении довольно жарко. Я уже третье пальто, и я уже всё упарилась, всё стою прям невероятно. Ну, короче, мне кажется, оно какое-то толстоватое. Там такое, знаете, одеяльное одеяло. Какая-то в нём большая такая, знаете, как этот Мишлен. Мишлен вот эти вот с шиной. Знаете, такой белый человек. Если я найду фотографии, я вставлю. Белый надутый человечек такой. Вот я себя в нём представляю. Вот как-то выгляжу, по-моему, немножко похоже на него. Так, снимаю жарко. Так, это пальто. Размер смол был. Вы видите, они довольно большие. Вот куртку я примеряла медиум. Она мне, вроде, нормальная. А пальто смол тоже так свободно на мне. Значит, это из самых дорогих. Стоит оно 250 долларов. Состав у него тоже пух и перо. Так, что у нас здесь? У нас здесь тоже ветронепроницаемое, водонепромокаемое. То есть, вода скатывается с него. Значит, пластиковый замок, пластиковые же кнопки, карманчики вот такие странные. Как будто бы, знаете, наоборот, правда? Здесь тоже вот такая вот резинка в манжете. Здесь вот всё затягивается. И пластиковая вот эта вот, ну, как бы, стоппером её можно зафиксировать. Вот эту резинку, если вы хотите, если вы хотите капюшон уменьшить. Ну, и вот тоже вот такая же, видите, не простёжка, а как будто прожатая она. Ну, и то же самое. Здесь, по-моему, написано на всех на них вот этих пуховых куртках. У них есть вот это вот насчёт... Да, насчёт вот этой вот истории, что если у вас перья через швы будут вылезать, я так понимаю, видимо, внутри, то их нельзя вытягивать, а нужно их как-то заправить внутрь. Кстати, вот здесь есть внутренний карман в пальто на замке, что удобно. Туда нужно что-то положить. Он довольно глубокий и застёгивается на замок. То есть у вас ничего не вывалится. Он есть один, с одной стороны, но и карманы на кнопках. Это не замок, но всё-таки лучше, чем ничего. И здесь внутри вот флиз. Это очень приятно, кстати. Руки засовываешь, так тёпленько, приятно, мягенько. Вот это хорошая идея. Ну, что ещё про него сказать? Ну, вот и всё, собственно. Вот тоже из разных цветов. Вот такое вот пальто. Смотрите, это пальто. Это именно вот такое вот не очень тёплое пальто. У него даже нет капюшона. Воротник. Это, по-моему, я не классик. Оно висело в магазине одну, потому что оно на распродаже. Это размер медиума, и оно очень большое. Посмотрите, какое оно большое. Оно просто огромное. Просто огромное. Но других не было. Принесла то, что было в магазине. Видите, вот очень большое. Но если бы я себе покупала, я бы точно взяла бы смолу, а то и экстра смолу. Потому что оно, видите, прям большое. Прямо очень. Ну, оно должно быть такое. Вот оверсайз, конечно, я понимаю. Красивый цвет. Вот это пальто стёганое, но это не пухперо, это синтетика. Оно лёгкое. Интересный фасон, карманы. В общем, ворозничок. Всё так стильно. У него только кнопки. У него нет замка. Хорошая длина. По бокам вот такие. Вот разрезы, которые тоже застёгиваются на кнопки. Ну, в общем, такое одеялко. И вот здесь вот тоже карманы. То есть карманы сверху. Но эти карманы, они настоящие, но они больше декоративные, потому что их неудобно ничего складывать. И оно прямо одеяло такое большое на мне выглядит. Ну, короче, размер не мой, но другого не было. Цвет приятный такой. Зелёный, светло-светло-зелёный. Наверное, есть разные цвета. Наверное, их онлайн побольше, потому что в магазине их не было совсем. Вот такое вот пальтишко. Давайте посмотрим, из чего оно сделано, сколько оно стоит. Я бы всё сейчас... Так, смотрите. Оно на сейле стоило 130. Сейчас стоит 100 долларов. Размер медиум. Но это всё синтетика. Видите, и в наполнитель. Тоже 100% полиэстер. И всё, найлон, найлон, полиэстер. Вот. Это из Юникло Си. Воротничок. Кнопки. Ну, оно такое. Это не зимнее пальто, конечно. Это больше пальто такое стильно. Оно действительно очень стильно выглядит. Вот такие вот здесь разрезы. Ну, в общем, короче, я просто принесла, потому что... Видите, здесь какая-то тоже пафтех вот какая-то вот, что это что-то не просто так. А, видимо, я... Оно довольно тёплое. Мне в нём тоже было жарко. Но вот капюшона в нём нету. То есть оно не на дождь вам не пригодится. А совсем даже наоборот. Так, смотрите. Это пальто, которое сейчас у нас на скидке. В нём сколько-то процентов шерсти. Совершенно классическое, хорошее, красивое пальто. Я вам скажу, сколько шерсти. По-моему, достаточно много. Это размеры медиум. Оно, в принципе, так, ну, нормально. Не небольшое, не маленькое. Они серые, бежевые, такие зеленоватые. Я вам в зале снимала. Вы видели. У них небольшой сейчас сейл на них. Их очень мало в магазине осталось. Буквально считанное пальто. Ну, видите, вот потому что они на распродаже. Но пальто без подкладки, но оно очень хорошо выглядит. Таким классическим стильным пальто. Очень хорошо шито, хорошо сидит. Никаких нету вот на руках, так сказать. И оно вне моды абсолютно. Если вы его купите... Руковая загнула, потому что у неё очень длинный. Это вы его будете носить годы и годы и годы. Потому что оно совершенно, по-моему, никогда не выйдет из моды. Совершенная классика. Три пуговицы в тон пальто. Классический воротник. Классическая, классическая совершенно красавка. И карманчики. Ну, вот такой вот. Длина хорошая. Прям то, что нужно. То есть, вам нужно. Единственное, что оно без подкладки. Всё, оно на такое. На тёплую осень, на тёплую весну. Не на холода, конечно. Ну, пальто хорошее. И так, стоила она 150. Честно, она стоит 130, по-моему, 129. В нём 37% шерсти. И подкладка. 100% полиэстер. Подкладка здесь есть в рукавах. Вот здесь вот, видите, в рукаве. И вот здесь вот, в кармане. Очень аккуратно сделано. Посмотрите, как. Прям очень профессионально. Как будто в дорогом пальто. Всё сделано. Не придерёшься. Действительно. Хорошо. Сзади шлица. Такая вот. Шов. Ну, действительно, пальто очень достойная. Ткань такая немножко с ворсинкой. И опять же, повторюсь на 100 раз, что совершенно классический фасон. Оно вообще никогда не выйдет из моды. Ну, подкладки только в нём нет. Но в рукавах есть подкладка. Это хорошо, потому что, когда у вас какой-то свитер, например, то, когда нет подкладки в рукаве, очень трудно надевать пальто на какой-то толстый, например, такой ворсистый свитер. А подкладка шелковистая, и она как бы облегчает это дело. Я думаю, что поэтому подкладка и делается только. Ну, если нет подкладки и пальто, то в рукавах всё равно делается подкладка. Я не знаю. это мои домыслы или это так и есть на самом деле, но вот мне кажется, что для этого именно подкладка, а может быть у них какие-то есть другие идеи технологические вы знаете, что нету вешалки, вот я вдруг обратила внимание, что если вы куда-то придете и захотите раздеться и не будет там плечиков, а вы захотите повесить его на вешалку то вешалки нету никакой не лейбл, вот у меня, например в моем пальто висит там лейбл от одежды, и я значит вот на крючок повесила а вот это на крючок не повесишь, кстати это не очень удобно, по-моему но вот как есть, значит надо ходить туда где есть плечики всегда в нем и чтобы вешать его на плечики вот такое пальто карманчики, ну вот подкладка в карманах, ну как положено все сделано все сделано очень хорошо все, друзья мои, такие у нас сегодня были примерки, пальто надеюсь, что вам понравилось и было интересно, надеюсь, что если вы у меня впервые, вы со мной останетесь я вам буду всем очень-очень рада а с вами была Деда из Канады всех люблю, целую, всем пока бай-бай, всем привет из Юбикру спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!